Приветствую, братья пожарные! Закончилась наша поездка по заводу Пожмашина. И мы решили заехать, а завод Пожмашина находится в поселке Ладан. И мы решили заехать в пожарную часть по охране города, вернее, поселка Ладан. Посмотрим, как работают ребята, какая техника здесь находится. То есть, удовлетворены ли они работой или нет. Смотрим. В связи с карантином нас не пустили внутрь пожарной части. Мы хотели посмотреть, какая пожарная техника. Но мы через окошко посмотрели, в принципе, нам все стало ясно. Вот, ребята, мы встретились с Ночкаром, которого зовут Вадим. Вадим, а фамилия Ночкара? Захаренко. И находимся мы в Ладане, да. Мы находимся в Ладане, в пожарной части номер 13. Номер 13. Счастливое число. Да, хорошее число. Почему-то американцы не любят число 13. У них нет 13 этажа, 13 дома и так далее. Ну, это американцы уже. Они живут на другой стороне земли. Они там верх ногами ходят. Мы нормально ходим. Американцы ходят как там. Как служба вообще идет? Идет в обычном режиме. Работаем сутки трое. То есть, ничего. А выезды были сегодня? Сегодня не было, слава Богу. Ну, я думаю, в скором будущем период начинается торфы и тому подобное. Сколько вы в среднем выезжаете в сутки? По-разному. Ну, можно сказать, ну... Бывает два раза, бывает и за... Бывает два раза. Может за тисяча быть, может за тисяча быть и месяц, то есть полмесяца, то есть... Сколько вы служите уже? 21 год. 21 год человек служит. Осталось еще сколько послужений. Сколько здоровья хватит, да? Да, да. Очень приятно посмотреть в приличной чистой одежде. Стараемся поддерживать. Поддержана. Форму физически есть. И начкар следит. Молодец. Сколько в караулю у вас? Четыре человека. Начкар, водила. Командир отделения и пожежный рятувальник. Диспетчер? Нет диспетчера. А вы? А кто вместо диспетчера? Пожежный рятувальник. То есть вы ехали, часть закрыли? Да, вы ехали на замок, закрываем. Совершенно верно. Хотя я пришел сюда в 97 году. В 98 году. Здесь был. Ну, уже диспетчеров отменили. Ну, здесь был старший пожежный. Ну, должность закрытили. То есть. Вообще служба вообще довольная по зарплате? В принципе, да. Можно сказать, да. Режим работы сутки восемь. Мы же служили как сутки двое. Да, я знаю. Я думаю, да. Не думаю, я знаю, да. Так как в Белоруссии. И сейчас. В Белоруссии шутки двое. Сутки двое. Кстати, в Америке тоже. В Соединенных Штатах и в Америке тоже там. Ну, правда, у пожарных там и зарплата. Да, да, да. Слушайте, как по боевой одежде у вас? В принципе, нормально. Можно сказать. Не в принципе, а нормально. Бойовки у большинства даже, кто у нас приходит сейчас на службу. Новые. То есть, обмундирование в принципе. Новая какая? Брезентуха? Нет. Он у нас лежит. То есть, Лига все это положено. Лига это производитель украинский, да? Ну, там сейчас, да, украинский. И у меня еще та же английский, ну, в принципе, новая. У меня даже новая. Слушайте, мы тут на страницах клуба поднимаем вопрос по поводу поставок у фасада. Как вы считаете, нужен поставок у фасада или нет? Есть у вас поставок у фасада? Нет, у нас есть дневальный по гаражу. Так как у нас оно не предусмотрено штатом. То есть, у нас людей же мало. Ну, если я считаю, в карауле 10 человек, ну, хотя бы. Я считаю, нема тут ничего поганого. Конечно, да. Это вариант. У вас пожарная часть финансируется за счет госбюджета? Да? Да, за счет державы. А какие сейчас у вас автомобили на боевом расчете? У нас сейчас ЗИЛ-131 и Резерв на 130. 130. Да. А ЗИЛ-131 какого года выпуска? 91. Великолепно. А 130? Ой, там 80-й. Да, там еще 80-й. 80-й, да? А завод вам не хочет подарить? Вообще, даже и на завод не пускать. Уже ж не державно. Мы даже на завод, ну, не мав нас даже доступа. Я заставчив в тих временах, коли завод помогал крепко. Выделяли, ну, пальне там, запчасти. Сейчас, ну, вообще, от нас отказались, значит, в нас немало. Хотя, кстати, був пожар года два на заводе. И там и руководство завода обещали вплоть до того, что даже, ну, будут говорить, там, не знаю, на каком уровне, чтобы нам и посаду вели еще одну, ну, штатную хотя бы. Бо приехали люди на пожар, три человека. А, ну, три человека, ну, это очень мало. Водитель возле насоса постоянно требует одночкарной информации. И надо же, ну, и тушить же кому-то, вы понимаете. То есть, ну, это очень тяжело. То есть пожелание одну единицу вам добавить? Да, да, конечно, было бы не могло, ну, не погано. И поменять пожарный объект? Ну, технику, конечно, это в любом случае однозначно. Ну, хотя бы не поменять, ну, хотя бы что-то дать, как я был, допустим, в Западной Украине, там, я бачу, техника, ну, за границей, вона там, да, мерседеси старенькие, да, ну, им годно. Вони в хорошем состоянии, я бачу, вони ці використовують задачи, что набагато лучше, чем у нас. То есть все на кнопках автоматически. И вопрос на засыпку. Сколько весит пожарный лом? Кто-хто? Пожарный лом. А сколько весит пожарный лом? Вопрос номер два. Как испытать пожарный лом? Да як, я не испытываю. Ну, да. Я не испытываю, в принципе. Ну, что, мы вам пожелаем тогда что? Сухих рукавов. Спасибо и вам. Успехов вам. Удачи, приятно было вам. И всего хорошего. До побачення. Субтитры сделал DimaTorzok